Всем привет дорогие друзья! Вот мне уже в комментариях к анонсу этого видео поясняют, что дятловцы были трезвые и следов алкоголя у них не обнаружено. Прежде чем кидать в меня дизлайками, прошу, спросите любого туриста, альпиниста, принимал ли он в походе алкоголь. Лично я опросила троих своих знакомых туристов и альпинистов по поводу алкоголя, один из которых мой шеф 35 года рождения ходил в походы по Южному Уралу. И все они в один голос сказали, что в походе алкоголь это святое, спирт это святое. Символически 30 грамм принимались туристами всегда, особенно в морозы после тяжких переходов по праздникам. Неужели вы думаете, что двухнедельный поход в Крещенские морозы у этих туристов была всего одна фляжка спирта? Конечно, Юдин говорил об одной еле-еле раздобытой фляжке, где взяли остальное. Остальное достали у лесозаготовителей на 41-м. Но кто и как признается в этом родителям? Вспомните, что у нас в дневниках. Они постоянно поют песни. Почему у них в дневниках все время путаница, несостыковка с датами, фамилиями и прочие несостыковки, над которыми мы сейчас ломаем голову? Спирт у них был и не одна фляжка. Кроме того, в походе были не только студенты, но уже и взрослые мальчики, такие как Золотарев, Тибо и другие. И этим мальчикам было разрешено принимать алкоголь. В протоколах вскрытия первой пятерки везде говорится, что следов алкоголя не обнаружено. Ну, давайте смотреть. Например, Слободин. Для химического и гистологического исследования указанного трупа взята часть внутренних органов и часть пирамидки височной кости. При исследовании внутренних органов наличие алкоголя не обнаружено. Как? Как возрожденный установил отсутствие алкоголя в крови, в моче? Есть, конечно, такой метод Видмарка, но в большинстве случаев нужна специальная лаборатория. Кстати, о методе, которым возрожденный определил отсутствие алкоголя, ничего не сказано. Просто не обнаружено и все. Смотрим дальше. Дорошенко. При исследовании внутренних органов наличие алкоголя не обнаружено. А, вот, интересно все. Что тут у нас? От почечников. Алкогольня. Взято. Наверное, все-таки они купались в бочках со спиртом, эти эксперты. Столько ошибок. Так, ну что. Наличие алкоголя не обнаружено. Для химического исследования из исследуемого трупа взята часть внутренних органов, которые направлены в лабораторию областного бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования. Так, Кривонищенко. Ну, про Кривонищенко ничего про алкоголь в его организме не сказано. Просто изъята часть внутренних органов написана, да? Дальше. Дятлов. При исследовании внутренних органов наличие алкоголя не обнаружено. Как? Как возрожденный это установил? Каким методом? Может, метода погрешность большая. Для химического исследования из указанного трупа, а также для гистологического исследования взята часть внутренних органов. Так, ну, в деле у нас нету Калмагоровой. Так, но самое интересное, что даже если бы они и приняли свои символические 30 грамм, то через 6 часов весь, все эти 30 грамм спирта уже бы вывелись из организма. Вот смотрите. Рост дятлова 175 сантиметров. Предположим, он весит, ну, 70 килограмм. Ну, пусть 60 килограмм. Смотрите. Если бы он принял 100 грамм коньяка, то через 6 часов следов бы уже не осталось. Так, ну, грубо предполагаю, что 100 грамм коньяка это 30 грамм спирта. Через 6 часов никакого бы спирта у него обнаружено бы не было. Видите? То есть ничего удивительного, что алкоголя у них в крови, не было обнаружено. В этом нет. Приняли, но небольшие дозы. Но проблема не в том, что туристы принимали по 30 грамм алкоголя. Вопрос в том, был ли этот спирт этиловым? Что там лесозаготовители пьют? Из чего они гонят самогон? Вот, скорее всего, из древесных опилок они гонят самогон. Значит, можно гнать самогон из гнилой картошки. Сахара у них наверняка было мало. А древесных опилок завались. Из них можно гнать самогон. Потом очищать его до какой-то степени чистоты и пить. 50 мужчин лесозаготовителей без контроля своих жен могли ежедневно потреблять немеренное количество спирта. У них наверняка должен был быть самогонный аппарат. Если заготовители уже привыкли к отраве, которую они гонят, то наши герои, наши туристы элементарно могли отравиться тем спиртом, который им предлагали лесозаготовители. Но это уже совсем другая история. А вас, дорогие зрители, я попрошу найти всех своих друзей, кто когда-либо ходил в походы в старые времена, особенно после войны. Это прабабушки и прадедушки. Они были увлеченные спортсмены. Поспрашивайте у них, брали ли они с собой спирт, пили ли они самогонку в походах, в каких количествах. Это и будет ваше домашнее задание. И если кто-то мне скажет, что их прадедушка никогда не пил алкоголь в походе, то, пожалуйста, кидайте в меня тухлыми помидорами. А пока не надо. Пока вы сами не убедитесь. В одном из следующих выпусков мы рассмотрим признаки отравления метиловым спиртом. И могли ли эти симптомы быть у туристов. До новых встреч. Пока. Да, совсем забыла. Постскриптум. Если накануне вы смотрели фильм «Вертикаль», то вы помните, что отец Илеко предлагал альпинистам выпить прекрасного вина перед восхождением. Но альпинисты категорически отказались пить алкоголь перед восхождением. Хочу сказать, что, скорее всего, этот момент в фильм включен как воспитательный момент, чтобы туристы никогда, ни при каких обстоятельствах не пили алкоголь, а использовали его только в медицинских целях. Ну все. На этом завершаю свой выпуск. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok